Гонки с ветерком. В Чебоксарах закупки и медали сразились мастера картинг-каров. Первенство по этому виду спорта стартовало еще осенью. Сейчас отгремел зимний этап. Участникам было просто необходимо продемонстрировать все свои профессиональные навыки. Передвигаться на карте по льду и снегу так же сложно, как и на реальном автомобиле. Тему продолжит Дмитрий Коварев. Слабые снаружи, сильные внутри. На трассе эти машины способны развить довольно большую скорость до 70 км в час. На каркасе картинга ничего лишнего. Кресла пилота, педали и моторы. Мощность до 10 лошадок. Этот спорт многие называют детским. Для езды на таких картах водительские права не нужны. Хотя практически все участники здесь уже грезят о большом автомобильном спорте. Сейчас в их гоночной команде роль главных инструкторов и механиков исполняют отцы. У меня в детстве было. Сам ковырял. Видимо еще не отыгрался. Помогаю, делаю. Ковыряемся вместе. Как бы уже тоже гайки умеют крутить. Уже ручки-то из чего-то растут. И таких семейных команд здесь было более 30. В борьбе за пьедестал почета юные гонщики преодолевали 6 кругов. На пути к победе несколько крутых поворотов, которые зачастую лишали весь исход гонки. Следующий этап соревнований – спринтерская дистанция. Трасса без поворотов, только по прямой. Мастера встретятся на ней уже в середине января. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова